Продолжение следует... Мы продолжаем серию наших лекций в рамках фестиваля «История малой родины. История отечества». И сегодня наш лекторий будет проходить в Красноярском крае. Мы с вами отправляемся в этот чудный регион для того, чтобы наш лектор, победитель Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Кузьмина Эльвира Валерьевна, поделилась своим опытом, своими знаниями в области преподавания истории родного края школьникам. Эльвира Валерьевна является победителем Всероссийского конкурса краеведов, учителем английского языка и основ духовно-нравственной культуры народов России, педагогом-библиотекарем, руководителем школьного музея Шуваевской средней общеобразовательной школы. Эльвира Валерьевна, добрый день! Очень рады нашей сегодняшней встрече. Уверена, что пройдет она очень интересно, поэтому с удовольствием передаю вам слово для начала нашей беседы. Здравствуйте, дорогие коллеги, учителя и водователи, родители и все, кто смотрит наш лекторий. Очень рада поделиться своим опытом. Я хотела бы рассказать о социокультурной деятельности краеведческого музея нашей сельской школы. У нас имеется презентация, поэтому хотелось бы подключить ее к экрану. Можно, да? Да, да, давайте подключим. То есть, получается, у нас видно презентацию? Да, презентацию видно. Сейчас на полный экран будет. Да, все отлично, спасибо большое. Хорошо. Вот. В этой презентации, для начала, чтобы поближе познакомиться с нашими зрителями, я бы хотела дать слово телеканалу нашему местному Миссии Регион, журналисту Михаилу Чечилову, который немножечко меня представит, так как о себе самой рассказывать не очень-то мне удобно. Так что давайте посмотрим видео профессионального журналиста о работе нашего музея. Многие ли из нас знают историю родного села? Пожалуй, что нет. Но есть среди нас те, кто провел десятки лет в архивах и библиотеках в поисках истоков родного села. Здесь, в местной школе, более 35 лет работает учителем иностранного языка Эльвира Валерьевна Кузьмина. Когда я приехала в это село, я увидела, что никто не занимался историей этого села. Эльвира Валерьевна решила этот пробел восполнить и начала изучать историю, культуру и традиции этого поселения. 15 лет ушло на сбор данных и различных раритетов. Ребятишки занимались, искали по родственникам вещи, истории разные. Мы записывали это все и создавали научные, даже исследовательские работы. И постепенно накопился материал, который мы решили запечатлеть в наших книгах. Этот труд со временем превратился в полноценную учебную программу по основам духовно-нравственной культуры. Кроме того, издано три книги, посвященных истории села Шуваева. Больше всего повезло шуваевским школьникам. Когда они изучают историю, культуру родного села, они на примерах своих отцов и дедов вспоминают подвиги трудовые, ратные. И, я надеюсь, стараются быть на них похожими. Практически каждый ребенок изучил историю своей семьи, связанную с победой. Старожилы Шуваева с радостью делятся воспоминаниями со школьниками. Мало того, передают им предметы старины. Так в Шуваево появился собственный краеведческий музей. Некоторым экспонатам, с исторической точки зрения, цены нет. Есть в фонде школьного музея предметы, дошедшие до нас с военных лет. Причем многие в исправном состоянии. Это трофейная немецкая гармонь из Берлина. Тема Великой Отечественной войны занимает особое место в истории села. В фондах музея бережно хранятся письма сельчан, бившихся с фашистской Германией. Сохранилась гимнастерка, в которой вернулся с войны один из жителей Шуваева. Кроме того, проведена большая исследовательская работа, в ходе которой удалось выяснить имена тех, кто сложил головы в боях за победу. Более половины сельчан погибли на полях сражений. Их имена увековечены на памятном камне, который благодарные потомки воздвигли в центре села. Сельчане убеждены, что подобные стелы должны быть установлены в каждом селе. К 75-летию победы воздвигли памятник в селе Замятино. И вот теперь в наших планах еще поставить такой же памятник и в Старцево. Многолетняя работа Эльвиры Валерьевны и ее учеников не могла остаться незамеченной в научном сообществе. Шуваевские краеведы неоднократно становились участниками различных конференций. Нередко к ним обращаются за помощью любители истории Красноярского края. Из интернета люди некоторые узнают о нас, о нашем музее, о наших книгах приезжают и даже дарят нам какие-то подарки. Но ни в подарках и ни в признании заслуг дела Эльвира Валерьевна верит, что ее многолетний труд поможет подрастающему поколению не утратить историю села. Пока есть люди, которые беззаветно преданы родному селу, этот населенный пункт никогда не будет забыт. Я прошу прощения, а у меня на экране почему-то пошло видео наоборот. То есть, получается, мне надо как-то пролистнуть и его дальше. Многие ли из нас знают историю... Я как раз поставила второй слайд нашей презентации о том, что целью нашей работы, как и сказано во всех федеральных документах, в законе об образовании, федеральных государственных стандартах, является, конечно же, воспитание и социализация личности наших воспитанников. И на первое место мы ставим воспитание нравственности, готовности школьников к нравственному выбору. Во всех странах, у всех народов почитались общие ценности, нравственные качества, которые, к сожалению, и не все понимают как базовые ценности, школьники, выпускники школ. И поэтому мы бы хотели своей деятельностью заложить мировоззрительные основы и на практике закрепить ценности общечеловеческие, которые заключены в золотом правиле нравственности, и показать детям на практике, как необходимо себя вести. Для нас является ориентиром наследие наших великих педагогов, в том числе Сухомлинского, который говорил, что руководить нравственным воспитанием – это значит создавать тот моральный тонус в школьной жизни, который выражается в том, чтобы каждый воспитанник о ком-то заботился, о ком-то печется и беспокоится, кому-то отдает свое сердце. И как следует из названия нашей деятельности, которая зафиксирована в презентации, у нас на первый план выходят социокультурные практики в партнерстве с различными организациями. Виды практик можно увидеть на экране. Они, как мы сами считаем, делятся по способу активности на реальные практические дела, на игровые и досуговые практики. И, как мы уже сказали, только социальное партнерство на селе, так как специфика сельского социума и сельской школы имеется, в том, что ограниченность социокультурных учреждений, доступность к различным видам дополнительного образования тоже ограничена. И мы используем все возможные организации партнерские, которые близлежащие. Это все 20 школ нашего района, это и культурные организации, это и ветеранские, это и юнармия, и историческое, и географическое общество, и многие-многие другие. Конечно, мы не исключаем и дистанционные формы работы, но в связи с сложившейся ситуацией, мы в основном пытались на практике все-таки содействие оказывать всем организациям и на селе являться культурным воспитательным центром. Начинаем мы приобщать ребят к нашей краеведческой деятельности с самого маленького возраста, прививать любовь к родной земле, к народной культуре и в коллективной творческой деятельности. Педагог обогащает опыт детей ситуациями нравственного выбора и содействует этой деятельности. У нас в процессе такой деятельности развивается речь, мышление, формируются нравственные привычки, интерес и желание приносить пользу обществу и улучшая окружающую действительность, развиваться самим. Центральной нитью в нашей деятельности проходят социальные проектирования, которые своей целью являются, имеют актуализацию лучших моральных качеств участников проекта и имеют многочисленные задачи, которые можно посмотреть на экране. Конечно, прежде всего, это формирование высокого уровня социальной ответственности школьников за свои поступки, стимулирование социально значимой деятельности и подготовка к нравственному выбору. В качестве примера хочется рассказать о такой форме работы, как «Общешкольные события», где в самом слове «событие» заключен очень глубокий смысл, где взрослые вместе с детьми совершают поисковую, творческую, исследовательскую, социальную деятельность, взрослые – это прежде всего семьи. Мы знаем, что на селе есть такая общность, где все друг друга знают, все друг другу стараются помочь, и дети чувствуют вот этот общественный контроль и стараются показать себя в лучших качествах, в свои лучшие качества. Как «Общешкольные события» на экране вы видите название, представлено «Общешкольный фестиваль», посвященный Дню Победы. Мы начали заранее готовиться к Году памяти и славы. И этот фестиваль мы назвали «Мы победили». Длился он в течение примерно месяца. То есть дети собирали сведения о своих семьях, их истории в период Великой Отечественной войны. В этом году мы тоже это продолжили. Но, конечно, немного помешала пандемия, но тем не менее многое сделать удалось. Меня поразил тот факт, что когда я задавала детям вопрос, а кто в вашей семье участвовал в Великой Отечественной войне на фронте или в тылу, приближал победу, практически 98 детей ответили «Никто». То есть дети свою семью воспринимают только так, то есть тех членов, которые живут с ними вместе в одной квартире. Это родители или поблизости бабушки и дедушки. То есть о прабабушках, о прадедушках никто почему-то почти ничего не знал. И вот дети включились. Каждый класс подготовил информацию, которую мы разместили в рекреациях школы. И каждый ребенок, мы добились того, каждый ребенок узнал по минимуму хотя бы об одном прадедушке или прабабушке, а в большинстве случаев о двух и даже трех. Вот. По итогам этой огромной кропотливой работы в соответствии с задачами мы, как я уже сказала, во-первых, оформили стену памяти, изготовили штендеры для акции «Бессмертный полк» именно членов своих семей дети сделали фотографии и выступили на краевой конференции в рамках фестиваля школьных музеев. Также исследовательские работы детей были опубликованы в нашем ежегодном сборнике «Край родной, земля Шуваевская». Некоторые молодые учителя и работники школы тоже подключились к такому поиску и узнали историю своих предков. Они пользовались и рассказами, и сайтами, и литературой. И, конечно же, результат впечатлил. То есть 135 новых биографий было восстановлено участников Великой Отечественной войны. Принесены новые экспонаты в музей. И вот настоящая похоронка один из таких экспонатов на экране. Также хочется сказать, что мы обращаем на личностные особенности каждого ребенка. Кто-то принимает участие в фестивале в виде своих творческих поделок, своих рисунков, своих представлений на концертах, посвященных участникам не Великой Отечественной войны у нас уже не осталось, а детям войны мы их приглашаем. Также мы отмечаем юбилей нашего музея на экране, вот один из праздников. И каждый год участвуем в акции «Обелиск». Узнаем и с с с с с с с «Обелиск». из этих фамилий третий год подряд и на 9 мая и на 22 июня вывешивается этот баннер. То есть хочу подчеркнуть практические результаты работы, которые видит все село. Также мы не остаемся в стороне «Обелиск». несколько лет именно 9 мая все по инициативе именно 8 мая, чтобы присутствовали все дети в территории организации. Теперь это стало традицией. 8 мая общепоселковый праздник. В пандемии нельзя было проводить общественные мероприятия. Мы вышли из положения, организовали семейный автопробег. Каждая семья в своем автомобиле с флагами, с портретами героев проехали мы по трем селам и потом уже сфотографировались на памятнике возложив цветы. Самое главное, что мы совершили в этом году, это найдя фамилии погибших и участников войны, открыли два памятника новых, так как у нас в сельсовете 9 сел, было всего лишь в двух сооружены памятники до этого, а теперь еще в двух. вот на экране 22 июня этого года в деревне Замятина, где расположен техникум, мы открыли памятник, потому что молодежь собирается со всего края, из нашей школы, из многих других школ, и чтобы у них была возможность проводить линейки, возлагать цветы, вот я хочу вам показать буквально небольшой отрывочек, как при соблюдении социальной дистанции собрались все-таки люди и со слезами на глазах возлагали цветы на входножие нового памятника. Буквально на секундочке, две-три, можно включить видео. От героев былых времен не осталось порой имен. Очень отрадно, что деньги собирали всем миром, и меценаты нашлись, и рядом была еще у нас одна деревня, недалеко откуда уходили на фронт, в этом году мы там открыли памятник. Вот у меня лично погибло два деда, я очень горжусь, что дети теперь тоже знают историю своих семей, и в память о них, и о моих дедушках стоят такие памятники. Акции мы проводим много, я так быстренько пролистаю, но особенно гордимся знаком, который вместе с православной церковью установили на месте бывшего храма. Также наш день села теперь три года подряд проводится, и Петропавловские образовательные встречи проводим для педагогов района. Очень много малышей участвуют в праздничных мерах, в последнее звено с удовольствием ездить на экскурсии. Все это мы обсуждаем, не просто смотрим, и представляем, делимся опытом на различных встречах, конференциях. Хотелось бы сказать, что у нас выпускается продукция, вот буклеты раздаются на мероприятиях, сайт специальный создан, где наши презентации, исследовательские работы, многие мероприятия из тех, которые мы проводим, включены в три района и города Красноярска проводим чтение, и день села, на экране для педагогов, трое чтений мы провели и выпустили три книги, эти книги мы, конечно, дарим нашим гостям и нашим выпускникам, и на уроках используем. Ну вот, день села, буквально тоже можно две-три секундочки включить видео, посмотреть, что весь социум наш собирается, рассказываем о ветеранах, вручаем наши книги. Можно много не показывать, то есть, наверное, представление имеется, что много площадок, много локаций в этот день, вот, и, конечно же, мы свою деятельность освещаем в средствах массовой информации, дети пишут статьи на сайте, мы пишем статьи в газеты, весь район в курсе наших событий, и на сайте управления образованием методические рекомендации по нашей инициативе собираются с разных школ, обмен опытом идет, мониторинг, мониторинг уровня нравственной воспитанности проводим, пробелы стараемся устранять, если мы видим, что в каком-то классе западает либо отношение к семье, либо отношение к труду, акцентируем внимание на таких мероприятиях, и, конечно же, именно социальная деятельность в социуме совместно со всеми мероприятиями дает положительные результаты. Сохраняем нашу идентичность сибирскую места и на крыльях. Настоящий клад в своем огороде нашел сельский мальчишка монеты двухсотлетней давности. Другой случайно обнаружил в заброшенном дворе раритетный сундук, а третий прямо на деревенской улице старинные весы. Как ими пользоваться проверил на практике. Тут две ниточки привязываются и две чашечки и измеряют. Сколько еще тайн скрывает село Шуваево решили выяснить местные школьники. Покопавшись в собственных дворах нашли кучу вещей которыми сейчас уже никто не пользуется. Прялки, чесалки, старинные чугунки и утюги все это собрали в местной школе и организовали собственными ей. Илья уже работает экскурсоводом и подробно рассказывает о каждом предмете лошадиной амуниции. Зачем они нужны и что с ними делать многие евровесники не знают. Теперь в школьном музее они делятся друг с другом сведениями каждые своими. Одни рассказывают какими денежными купюрами пользовались лет 15 тому назад другие какими ложками пили квас деды и прадеды. Уходят уже жители старые что-то просить будет некого потому что писемных источников и вещей мало-мало очень мало остается. Ребята решили время не терять и самостоятельно создать летопись села. Для этого придумали особую организацию и назвали ее ЮНИКС юные историки краеведы и следопыты. Только вот восстановить историю Шуваева оказалось непросто. Все архивные документы сгорели в прошлом веке. А получить ответы у старожилов не всегда удается. Они сами иногда спорят кто например похоронен в могиле неизвестного солдата. Одни думают что там красный гвардейц похоронен другие белый гвардейц а третий колчак. Зато удалось выяснить что почти все жители села родственники произошли от двух первых семей Шуваева многогрешных и иконниковых а недавно школьники сделали запрос аж в московский архив теперь ждут вдруг какой факт удивительный об их селе обнаружится тогда ведь еще и прославиться можно. Хотелось бы поблагодарить всех наших социальных партнеров особенно администрацию нашего сельского совета благодаря поддержке которым наша деятельность имеет положительную динамику эффективность и это подтверждает и награды детей и награды педагогов конечно имеются и свои трудности и проблемы но мы надеемся что все преодолеем впереди у нас много работы и наши школьники не забудут деятельность на благо родного села изучение истории культуры своего народа своих семей своих предков и будут возвращаться после учебы в родное село и приносить пользу своей малой родине на этом пожалуй все спасибо большое эльвира валерьевна за такой и рассказ очень интересный и за видео прекрасные фотографии яркие солнечные все есть у меня один вопрос который хотела бы вам обязательно задать из раза в раз мы обсуждали с лекторами тему возраста участников такой исследовательской работы краеведческой деятельности и пришли к выводу что самыми активными ребятами являются вот именно среди школьников является среднее школьное звено это с пятого по восьмой класс ребята у ребят есть время есть желание интерес и немного все-таки проседает вот старшее звено это старшие ребята с девятого по одиннадцатый класс остается уже небольшое количество учеников которые поняли что исследовательская деятельность это то чем они хотят заниматься а все-таки в большей массе уже ребята готовятся к экзаменам и меньше время уделяют исследовательской такой работе подскажите как дела обстоят в вашей школе кто в большей части занимается такой работой краеведческой было бы очень интересно узнать в нашей школе я уже говорила я пытаюсь привлечь буквально всех и у нас самые маленькие еще детского сада начинают освещать музей приобщаются к этой деятельности и поэтому системе и приносят свои работы стараются что-то вложить именно в музей чтобы появилась из их семьи какая-то вещь какая-то фотография и что-то новое постоянно узнать о своем селе им нравится рассказывать об этом именно 9-й 10-й 11-й класс они находят время даже трудные подростки из группы риска нам удается объяснить увлечь значимостью этой деятельности о том что если мы сейчас не успеем то ваши семьи родственники могут уйти забыть что-то не передать потомкам ну конечно формы работы разные и вот эти соревновательные элементы какой класс лучше активнее примет участие иногда памятные дарим вот сейчас столетие сельсовета было творческие работы ребята с удовольствием делали мы конечно презентовали сувениры символика этого праздника но может быть им на память хочется о своей деятельности что-то оставить трудно сказать еще хотелось бы подчеркнуть педагогов единомышленников то есть дети которые педагоги которых уважают они своим примером своей искоркой душой своей увлеченности но педагоги подвижники они вот увлекают детей своим примером ну действительно мы тоже да мы тоже что воспитание детей и и педагоги и в Продолжить. У нас небольшая была заминка техническая. Я попрошу Эльвиру Валерьевну повторить свою мысль о педагогах-подвижниках, потому что это действительно очень важно. У нас, к сожалению, связь пропала. Я хочу подчеркнуть, что в любом деле есть пример педагога, который увлекает своим сердцем, неравнодушным, душой, своим примером. Вот все зависит от руководителя, я считаю. Многое зависит. Действительно, педагоги это в какой-то мере, наверное, наша современная данка, которая освещает своим сердцем путь для будущих поколений, для ребят-школьников, которые их увлекают. Это действительно очень важно, особенно сегодня. И в последнее время мы также говорим о том, что увеличивается интерес к генеалогии, что тоже очень важно. Генеалогические древа начинают строить еще в школе, в младших классах. Это тоже очень важно, потому что любовь к стране, она начинается с любви к своему краю, с любви к своей семье. Поэтому мы очень благодарны за такую работу, которую вы проделываете вместе со своими ребятами. Мы с удовольствием передаем привет всей вашей школе, всему педагогическому составу Шуваевской и среднеобщеобразовательной школы. Передаем привет вашим ученикам, вашим наставляемым ребятам, которые занимаются и в музее, и в принципе исследовательской, краеведческой деятельностью. Желаем вам как можно больше новых идей и их реализаций. Большое спасибо, Эльвира Валерьевна, за сегодняшний рассказ и поздравляем вас с 100-летием сельсовета, который совсем недавно у вас тоже прошел. Большое спасибо. Я в свою очередь хочу поблагодарить за внимание к нашей деятельности и пожелать вам тоже творческих успехов. Здоровья. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok